урок номер два примитивы и основы моделирования теперь когда мы с вами на прошлом уроке познакомились с интерфейсом программы и основными ее функциями самое время отработать навыки навигации и моделирования на практике для этого мы с вами смоделируем лоу-поли модель колодца с помощью примитивов по референсу начинаем мы работу с того что создадим папку для проекта дадим ей название на английском языке урок 2 лоу-поли откроем ее и скопируем адрес папки после этого открываем новый проект мая и указываем путь сохранения для этого переходим в меню файл и нажимаем на сайт project в адресную строку вбиваем скопированный адрес и нажимаем кнопку set появившимся окне выбираем среднюю кнопку говоря программе хотим создать проект в этой папке теперь снова открываем меню файл и сохраняем проект настроенной директории прописав название проекта после этого зайдем в папку и убедимся что наш проект сохранен и скрипт указывающий на сохранение находится в нужном месте теперь возвращаемся в проект и настроим его для удобного моделирования первое что нам необходимо настроить это метрическую систему для того чтобы нам создавать модель натуральную величину и иметь возможность моделировать объекты заданными размерами для этого откроем меню windows далее сеттинг preference и preference в открывшемся окне в меню слева нажимаем settings и в строке liner вместо дефолтного сантиметр выбираем миллиметр и нажимаем save сохранить следующий этап настройки нам нужно проверить чтобы наш интерфейс назывался моделинг в левом верхнем углу если по умолчанию у вас стоит триггинг или другое название то меняем его на модель и третий этап созданная нами на прошлом уроке маем меню мы добавим кнопки которые нам будут нужны для работы и нам не нужно будет тратить время на их поиск во время работы для этого открываем панель моим меню и поместим туда следующей кнопки первое это центровка пивота открываем меню модифе из control shift нажимаем на центр пиво и кнопка добавится на нашу панель следующие инструменты которые нам понадобятся это insert edge loop и мультикат мы их тоже помещаем на нашу панель с помощью сочетания клавиш control shift теперь мы готовы к тому чтобы приступить к моделированию включаем панель поле моделинг и создадим plane размером 3 на 3 метра уменьшив количество полигонов по обоим осям до 1 для этого откроем его атрибуты и размеры в миллиметрах напишем 3000 на 3000 миллиметров и полигонов поставим по одному теперь мы отключим отображение сетки и создадим основу для колодца с помощью примитива pipe правой кнопкой нажмем на платонного тела в меню и в списке выберем примитив пайпа в атрибутах зададим ему следующие параметры радиус 750 миллиметров высота 250 миллиметров и количество полигонов для кирпичей 15 это будет первый ряд кирпичей которые мы потом продублируем теперь перейдем вид фронт нажав на камеру верхнем углу правой кнопкой мыши и выбрав вид камеры фронт включим манипулятор перемещение в левом меню и нажав кнопку insert на клавиатуре для того чтобы опустить пивот вниз нашего кольца включим привязку по точкам и опустим пивот вниз зафиксируем его снова нажав клавишу insert и отключим привязку и поднимем кольцо вверх поставив его на наш plane чтобы кирпичи не были плосками добавим им толщины 200 миллиметров на следующем этапе мы переходим в грани и выделяем их все секущей рамкой и применяем модификатор bevel настройки fraction поменяв 05 на 03 у нас появилась паска у кирпичиков и разделительные полигоны для швов между кирпичами следующая наша задача выделить полигоны кирпичей оставив невыделенными швы для этого включаем выделение полигонов и выделяем их по окружности для удобства используем команду отключения видимости объекта в меню display high high selection и включение видимости show last хайден вы видим эти команды на панель нашего меню и отключим видимость play теперь можем спокойно выделять нужные нам полигоны для этого выделим один полигон и с шифтом два раза нажмем на соседний и все полигоны выделиться по кругу лупом и теперь слегка выдавим выделенные полигоны экструдом назначив им интенсивность выдавливания 3 для того чтобы колодец слегка расширялся вверху мы переходим в точки и на виде фронт секущей рамкой выделяем нижние точки и слегка и сжимаем скейлом к центру связи с тем что кольцо во время экструдирования увеличилась а пивот остался на месте мы его переместим вниз и после этого можем дублировать кольцо два раза со смещением нажав shift и перемещение в заключении скейлом подгоним размер продублированных колец и включим отображение клейна когда мы сделали основание колодца мы можем перейти к моделированию столбов для этого мы создадим куб изменим его форму под референс и добавим ему фаску через команду bevel и сдублируем его на вторую половину в следующем году Следующая деталь колодца это барабан, на котором будет подниматься ведро из колодца по веревке. Для него мы будем использовать примитив цилиндр. Подгоним его размер под расстояние между столбами и количество сегментов снизим до 10. Далее назначен бевел на грани и экструдом выдавим дощечки, из которых будет состоять наш барабан. Продолжение следует... Второй цилиндр будет служить осью вращения для барабана. Она будет немного выступать через столбы и на ней будет крепиться ручка, которую мы создадим из двух примитивов, куба и цилиндра, скопированная из оси. Теперь, когда барабан готов, смоделируем на него веревку. Воспользовавшись примитивом хеликс. Создадим его и настроим ему размеры, подгоняя их под барабан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можем вернуться к деревянным деталям колодца и замоделим крестовину, на которой будет держаться крыша. Для этого создадим еще один куб и растянув его под нужный размер, сделаем ему фаски бевелом. Затем скопируем его и сделаем наклонные лаги, пользуясь кнопкой Mirror, после чего сдублируем их на противоположную сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Саму крышу мы сделаем кубом и разделим его на досточки, так же как мы делали с кирпичиками. Разделим куб на полигоны и бевелом добавим фаски, а потом выделив полигоны для досточек, экструдируем их, сделав их объемными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы завершить крышу, нам нужно создать еще один куб и сделать из него конек, тем же способом, которым мы делали крышу, изогнув ее, сместив точки вниз. Продолжение следует... 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 После того, как мы сделали фаску, мы теперь начинаем выделять верхние полигоны для того, чтобы их сэкструдить вовнутрь и таким образом сделать толщину стенки. Для удобства работы передвинем пивот в центр тех полигонов, которые мы будем выдавливать вовнутрь. Теперь мы их заскейлим чуть-чуть, но так дадим больше толщины. Проверяем, чтобы все полигоны были выделены и экструдим. Теперь можно будет их опустить вниз. В следующий этап выделяем все досточки, которые мы будем экструдить, для того, чтобы между ними появился небольшой зазор. Теперь, когда ведерко готово, мы сделаем ему ручку. Для этого выберем тор. Немножко его отскилим. Затем повернем на 90 градусов. Выставим ему толщину. И подгоним под размер ведерко. Для этого переходим в вид топ. И на виде топ это сделать гораздо удобнее, чем в перспективе. Для того, чтобы нам его обрезать, выделяем нижние полигоны и удаляем далито. Теперь снова выделяем ведерко. Выделяем нижние точки у него. И скейлим их чуть-чуть к центру. Чтобы придать ведерко трапециевидную форму. Для обруча мы выбираем примитив пайпы. И подгоняем его размер уже под ведерко. Верхнюю часть и потом также нижнюю часть. Для того, чтобы получить металлический обруч, который будет держать наши деревянные досточки, из которых сделана ведерко. После того, как ведерко у нас готово, мы его выделяем и группируем, создавая один объект. Переносим пивот в его центр и ставим ведерко на место под нашу веревочку, которая спускается с барабана. Теперь, когда наша лоу-поли модель полностью готова, мы сохраняем нашу сцену. И на этом заканчиваем наш урок. Разбивка на UV развертку и также текстурирование мы будем делать позже. А на следующем уроке мы с вами займемся более продвинутым моделированием и изучением новых инструментов в пакете Maya.